Привет, народ! Угадайте, что это за кабель такой? С одной стороны USB, с другой — Jack RJ45. Многие, наверное, скажут, что это сетевая карта на USB, но люди, работающие с сетевым оборудованием, наверняка поймут, что это консольный кабель для настройки свитчей и мошетизаторов. Профессиональное сетевое оборудование, вроде CISC и микротиков, может настраиваться через командную строку. И зачастую доступ к этой командной строке есть не только по сети, но и через специальный разъём. На старых устройствах это обычный COM-порт. На новых стали делать RJ45 гнёзда, ну, как для обычного сетевого кабеля. Но в нём на самом деле всё тот же COM-порт. Ну, то есть протокол RS-232, но только в виде такого разъёма. Не знаю точно, зачем так сделано, но осмелюсь предположить, что для того, чтобы можно было подключить консоль на большом расстоянии, используя уже проложенные кабели. Собственно, этот кабель и представляет собой переходник с обычного COM-порта с таким разъёмом на USB. То есть там внутри активный переходник, и при подключении к компьютеру он видится как виртуальный COM-порт. У современных CISC ставят уже два порта. Вот такой вот RJ45 и обычный USB. Ну, в конце концов, оба варианта представляют из себя последовательный порт с интерфейсом командной строки. Так к чему это я? Как-то мне понадобилось получить доступ к консоли моего роутера Mikrotik RBM4011. Нет, я не смогу произнести название этой модели, напишу его на экране. В общем, как-то мне понадобилось получить доступ к его консоли. Ноутбука под рукой не было, компьютер стоял далеко, и я решил попробовать сделать это с Android-устройства. И да, есть куча приложений для этого, но все они ужасны. Как правило, они не умеют обрабатывать вывод цвета, не умеют обрабатывать нажатие клавиш и посылают команды только построчно. При использовании полноценного терминального клиента на компьютере все цветное. Можно нажимать стрелочки для возврата к предыдущим командам. Можно нажимать тап для автоподстановки. Всего этого очень не хватает на Android. При этом на Android есть хорошие телонет-клиенты, которые предоставляют доступ к консоли по сети. Например, Juice.SSH. И мне пришла в голову идея сделать этакое приложение-переходник, которое будет подключаться к последовательному порту через USB и поднимать свой телонет-сервер. Да, это супер узкоспециализированная фигня. Но зато можно сделать то, чего еще нет. Хотя на самом деле есть приложения, которые дают доступ по сети к последовательному порту, но это не телонет. Многие думают, что телонет тупо посылает текст туда-сюда. Но на самом деле нет. Там есть свои служебные команды, которые управляют различными настройками. Ну, например, включают или выключают локальное эхо. Благо, что под Android для работы с чипами, которые связывают последовательный порт и USB, уже есть прекрасная библиотека. В итоге теперь можно настраивать сетевое оборудование как с самого телефона или планшета, так и использовать его, чтобы сделать консоль беспроводной. Ведь к телонет-серверу можно подключаться не только с локального устройства, но и по сети. Конечно же, использовать приложение можно не только с сетевым оборудованием, но и для доступа к любой другой консоли через последовательный порт. Например, точно так же можно получить доступ к консоли на смене. Однажды мне это было необходимо, когда я принёс её в гости. Наверное, это приложение пригодится очень малому количеству людей, но зато они порадуются, что есть такой инструмент. Как обычно, исходники на GitHub, а само приложение в Google Play. Ссылки будут в описании. Вообще интересно, как проходят модерацию такие приложения, которые требуют специальное оборудование. Модерацию моё приложение проходило долго. Как будто они или искали специальный кабель для этого, или просто не знали, что делать. Второе, что я сделал за последнее время, это Telegram-бот. Я тут себе прикупил Nintendo Switch, потому что думал, что буду вдалеке от паяльника и компьютера долгое время. Ну, всё, видимо, не так плохо. В общем, да, вот я купил себе Switch и заметил, что в их онлайн-магазине на многие игры часто бывают скидки. Но в основном это игры, которые изначально были не по фул прайсу. При этом Nintendo, в отличие, например, от Steam, не присылает уведомления, когда на игру из виш-листа появляется скидка. Есть множество сайтов, которые отслеживают скидки на игры и присылают уведомления на почту. Но я решил сделать такой уведомлятор в виде Telegram-бота. Просто скидывайте ему ссылку на игру на сайте Nintendo, и он уведомит вас о скидке или падении цены. Самого бота я сделал, опять же, за пару вечеров. Но вот с парсингом цен я провозился достаточно долго. Дело в том, что у Nintendo разные цены и валюты в разных странах. Ну, что логично. Я нашел API, который позволяет получить цену, валюту и скидку на любую игру любого региона. Но для этого на вход ему нужно подать код страны и идентификатор игры. И у Nintendo на сайтах разных стран эти значения хранятся в разных местах. Мне же хотелось сделать бота максимально универсальным. В общем, пришлось писать отдельные парсеры для всех форматов, что я нашел. И вроде как сейчас поддерживаются уже сайты всех стран, но где игру в принципе можно купить онлайн. Плохо только, что если мы добавим игру с сайта одной страны, а скидка будет в другой стране, то мы об этом не узнаем. Это может быть проблемой для тех, кто любит постоянно менять регион в профиле и закупаться в разных магазинах. И да, в российском магазине Nintendo цены отслеживать все еще можно, но покупать там ничего невозможно. Видимо, что-то случилось. Ссылка на бота будет в описании. Друзья, я завел себе аккаунт на Boosty, так что если вы хотите материально поддержать канал и меня, то можете сделать это там. Ссылка опять же будет в описании. Ну а на сегодня у меня все. Следующее видео будет уже после переезда. С вами был Костер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин